К нам присоединяется уже в студии Ерлан Сагнаев, директор департамента Министерства нациоэкономики. Главные новеллы, а не какие? Давайте обсудим. Ерлан, здравствуйте. Добрый день. Налог на роскошь. Это разве что-то новое? Мне кажется, он был. На самом деле, мы в рамках поручения главы государства на сегодня, в рамках написания проекта нового налогового кодекса, рассматриваем вопрос налогообложения предметов роскоши с дополнительным акцизным налогом в размере 10% от стоимости. Так, по автомобилям это коснется тех машин премиум класса, которые таможенной стоимостью импортируются свыше 75 миллионов тенге. По подакцизной продукции в виде алкоголя дорогого, это стоимость одного литра дорогих виски и коньяков свыше 500 тысяч тенге. Дорогие сигары, штука свыше 10 тысяч тенге. И кроме того, это наши самолеты, морские суда свыше 100 миллионов. Все эти объекты роскоши у нас будут облагаться дополнительным акцизным налогом в размере 10%. Самый главный вопрос по поводу ставки НДС. В бытность премьерства, когда к нам в гости приходил Алихан Смаилов, он говорил, что это мера вынужденная, но будет принята. Как сейчас настроены в Минации экономики? На сегодня мы отошли от вопроса увеличения ставки НДС. Мы идем по пути дифференцирования ставки по корпоративному подоходному налогу. Так, например, для банковского сектора и игорного бизнеса ставка КПН у нас в проекте планируется к увеличению до 25%. Общеустановленная действующая ставка в размере 20% остается для всех налогоплательщиков. Пониженная ставка у нас будет для субъектов социальной сферы, компаний финансового лизинга и предприятий, которые занимаются производством и переработкой продукции. Значит, льготная ставка в размере 3% у нас сохранится для производителей сельхозпродукции. Сократится ли объем налоговых льгот? Как будут мониторить их применение? Да, на самом деле, также во исполнение поручения президента страны мы проводим работу по сокращению действующих налоговых льгот. Значит, по заключению высшей аудиторской палаты по итогам 2022 года сумма льгот у нас составляет порядка 9,5 триллионов тенге. Из них методологически мы в рамках работы рабочей группы признали льготами 481 позицию. И сумма льгот у нас на сегодня составляет 3,3 триллиона, из которых мы планируем к исключению порядка 93 норм на общую сумму порядка 336 миллиардов тенге. Кроме того, по 29 позициям мы установим в проекте нового налогового кодекса срок льготы. То есть они будут носить или трехлетний, или пятилетний срок действия. Давайте теперь по поводу выплаты из ЕНПФ. Могут ли освободить от подоходного налога? За кем должно быть решение? Да, на самом деле сегодня это позиция Министерства национальной экономики. Мы планируем в рамках проекта освободить выплаты из единого накопительного пенсионного фонда от подоходного налога. Но и эта норма, и другие все они будут еще подлежать обсуждению в рамках правительства, в рамках администрации президента и с депутатским корпусом. То есть возможны различные варианты исхода событий. То есть это то, с чем на сегодня выходит и Министерство национальной экономики. Это ваше видение. Понятно. Дедлайн? Дедлайн? Мы в конце августа текущего года должны с проектом зайти в мажорец парламента. А принятие нового кодекса ожидается к концу года с вступлением в законную силу норм нового кодекса с января 2025 года. Спасибо большое за то, что нашли время. Пришли к нам в студию. Напомню, у нас в гостях был Ерлан Сагнаев, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики. Спасибо еще раз большое. Спасибо.